Среди всех доступных сегодня развлечений, музыка является самым популярным и одновременно самым опасным. Популярность и опасность музыки связаны напрямую через легкость ее потребления. И для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть на другие виды развлечений. Игры, будь то живые или компьютерные игры, требуют действий, они требуют концентрации внимания, координации с происходящим, требуют памяти и запоминания хотя бы правил этих, собственно, игр. И что, наверное, самое важное, они одновременно предполагают возможность проигрыша и потому сложность. Сложность и возможность проигрыша связаны с итоговым получением удовольствия от победы. В этом смысле наиболее интересными оказываются игры с сильными оппонентами или игры, сложность которых по определению высока. Книги также требуют значительных умственных усилий. Нельзя не то, что понять смысл написанного или обдумать его, но даже прочесть то, что написано в книге, просто смотря в нее. Кино, даже самое поверхностное и нетребовательное к зрителю, все еще предполагает зрительные усилия, концентрацию и память. Хотя бы для того, чтобы понимать, кто в том или ином кинофильме является главным героем и какова общая нить повествования. Что за чем следует. В случае же музыки мы не видим предъявления никаких требований. Устройство слуха позволяет звукам проникать в мозг без всяких усилий со стороны слушающего. Конечно, в разговорном языке есть фраза напрягать слух. Но это происходит лишь в двух случаях. Либо тогда, когда сам звук слишком тихий для того, чтобы его услышать. Либо когда слышащий обладает ограничениями слуха, которые не позволяют ему слышать нормально. Можно было бы сказать, что само устройство слуха не отличает, например, музыку от речи. Так как и то и другое проникает в мозг одинаково легко. Однако различие между музыкой и речью очевидно. Ибо для того, чтобы понимать речь, необходимо прилагать усилия. В то время как для того, чтобы слышать музыку, никаких усилий прилагать не надо. Нашим примером здесь может оказаться огромная разница в количестве между теми, кто слушает музыку на иностранном языке, и теми, кто смотрит, например, фильмы на иностранном языке. Именно потому, что музыка не предъявляет никаких требований к слушающему для того, чтобы получать от нее удовольствие, для того, чтобы получать от нее ощущения, слушающему все равно, на каком языке звучит та песня, которая ему нравится. В то время как именно потому, что фильм требует от смотрящего усилий, требует, чтобы смотрящий понимал канву происходящего в фильме, просто смотреть фильм на языке, который ты не понимаешь, и при этом получать удовольствие практически невозможно. Итак, чтобы получить удовольствие от музыки, не нужно ни внимания, ни умственные усилия, ни память. Это утверждение отнюдь не значит, что нельзя применять внимание, память и умственные усилия для того, чтобы получать удовольствие от музыки. Это утверждение лишь значит, что это не является необходимым. Музыка сама по себе позволяет испытывать чувства, ничего не сделав для их получения. В этом и лежит опасность музыки. Опасность, которую будет лучше всего продемонстрировать на примере другой вещи, которая делает ровно то же самое, что и музыка, а именно на примере наркотических веществ. Эффект от применения наркотиков, по сути, схож с эффектом от применения музыки. Использующий их получает чувства, которые он не заработал, ради ощущения которых он ничего не сделал. Конечно, я не хочу сказать, что наркоман не добывает деньги, не производит покупки, не пытается добраться до более чистых или более качественных веществ. Речь идет именно о получении удовольствия от акта употребления. В этом смысле наркотики и музыка схожи не только тем, что они дают ощущения не заработанные тем, кто их испытывает. То есть, не только своей легкостью, но еще и скоростью, с которой эти ощущения приходят. Чтобы начать получать удовольствие от игры, книги или фильма, нужно время. Чтобы начать получать удовольствие от музыки или от употребления наркотиков, большого времени не нужно. Мы видим это в том факте, что большинство сегодняшних музыкальных произведений крайне коротки, что они несравнимы длительностью ни с играми, ни с книгами, ни с фильмами. Скорость и легкость употребления обеспечивают невероятную популярность музыки. Но где же спросите вы опасность? По крайней мере, в сравнении с наркотиками музыка не вызывает болезненных эффектов. На самом деле, если задуматься над этим утверждением, то выяснится, что это не совсем так. Музыка позволяет манипулировать собственными чувствами. Не все наркотики вызывают эйфорию. Некоторые из них вызывают печаль, некоторые тревогу, некоторые агрессию. Музыка делает ровно то же самое. И делая ровно то же самое, она расшатывает нервы, позволяя манипулировать собственными ощущениями. Музыка в то же время вызывает постепенное снижение удовольствия от этих ощущений. Можно наблюдать это как в том факте, что песня прослушанная несколько раз подряд вызывает все меньше и меньше удовольствия, так и в том факте, что пристрастие к какой-то конкретной группе со временем, если эта группа продолжает делать то же самое, ослабевает. Именно потому, что слушающий уже не получает того эффекта, который он получал в начале прослушал. Ну и конечно, музыка вызывает зависимость. Мы слышали или по крайней мере можем себе представить людей, которые победили наркотическую или алкогольную зависимость. Мы знаем людей, которые бросали курить. Но мне лично неизвестно и я не могу себе представить в современном мире ни одного человека, который бы сознательно решил бросить слушать музыку и смог бы это свое решение воплотить в жизнь на длительном периоде. Причина этого, конечно, заключается в тех полезных наркотических эффектах, которые мы обнаруживаем в истории. Сквозь всю человеческую историю музыка и наркотики были связаны напрямую в конкретных практиках, требующих этой связи. Конечно, мы в первую очередь говорим о религиозном опыте. Шаман, употребляющий яд лягушки или смесь трав, обязательно сопровождает свой поход в мир духов музыкой. И даже сегодня, когда современные шаманы, священники, явно отказались от употребления наркотических веществ, они все еще сопровождают свои проповеди и собрания музыкой, потому что она позволяет добиться примерно того же эффекта. Она позволяет открыть двери в потусторонний мир. музыка использовалась конечно же не только в ритуалах, но и в праздниках в целом. В этом смысле музыка была и остается стимулятором. И точно так же, как мы не можем себе представить какую-нибудь древнюю свадьбу без свирели и алкоголя, точно так же мы не можем представить поход на вечеринку, где нет музыки и алкоголя. Но музыка может выступать не только как стимулятор, но еще и как седативная. Я прошу вас не вспомнить грустную музыку, звучащую порой на похоронах. Я прошу вас вспомнить в первую очередь колыбельные, которые пела вам мать для того, чтобы заставить вас уснуть. Но чаще всего, что в истории «Что теперь?» музыку используют как обезболивающее. Музыка сопровождает труд, но не всякий труд. Она сопровождает только монотонный физический или будет лучше сказать обезьяний труд. Всякий, кто пробовал заниматься умственным трудом, требующим концентрации под музыку, знает, что это также невозможно, как пытаться делать то же самое, находясь под влиянием любых других опьяняющих веществ. Именно потому, что музыка, как и все остальные наркотики, забирает у человека концентрацию. Но напротив, монотонный физический труд, труд, который приносит боль, прекрасно сочетается с музыкой, как с обезболивающим. В этом смысле музыка всегда использовалась как подспорья и как замена наркотическим веществам. В конце концов, у крестьянина под рукой не всегда найдется бутылка водки, но у него всегда найдется голос для того, чтобы петь себе под нос. Если музыку употребляли или использовали всегда, то почему она стала представлять опасность именно сейчас? Дело, конечно же, в разнице между употреблением и зло употреблением. Если раньше музыка имела довольно четкие и ясные границы для своего использования, то сегодня сложно представить себе молодого человека, идущего по улице, у которого не было бы наушников. Сегодня музыка стала настолько легко доступной, настолько распространенной, что ее уже больше не употребляют, ею зло употребляют. Употребление музыки связано с потерей самого себя. Кто слушает музыку, тот уже не может слышать себя, тот уже не может вести диалог с самим собой. Его чувства ощущаемые благодаря музыке не принадлежат ему это чувство кого-то другого. Тем самым их ощущение превращает слушателя музыки в марионетку. И хотя иногда этот выход из собственного тела полезен, злоупотребление им ведет к исчезновению собственной личности. У кого в голове чужие мысли и чужие ощущения, тот не является собой. И не являясь собой, он не является вообще. марионетку. Марионетку